Начальник и учитель всем монастырям. Так в летописи писали о преподобном Сергии Радонежском. В святых обителях особо почитают угодника Божия, ведь именно он воплотил на Руси идею общежительного монастыря. Иноки, священники и паломники Уральского монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме молились игумену земли русской в храме, освященном в его честь. Церковь преподобного Сергия стала вторым храмом в монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Посвящение в честь игумена земли русской не случайно. В российском государстве сложился благочестивый обычай. Правители спрашивали благословения у преподобного Сергия Радонежского. Сначала при его жизни, а потом прося его небесного заступничества. Без игумена Сергия страна пропала бы. Она попадала в тяжелые ситуации. И по его молитвам многие правители России, в том числе и царская семья, совершали многие благие деяния. И часто ездили в Лавру. Некоторые представители дома Романовых именовались Сергием. В честь преподобного Сергия Радонежского их называли. Поэтому это имя, можно сказать, и царское в том числе. В 1337 году начинается история Троицы Сергиевой Лавры. Преподобный Сергий принимал всех с любовью. И вскоре в маленькой обители возникло братство из 12 иноков. Как говорят многие историки, святой Сергий Радонежский оказал значительное влияние на развитие монастырской жизни на Руси. Преподобный основал около пяти монастырей. Его ученики – 40. А из этих 40 святых обителей вышли еще 50 игуменов, вновь созданных монастырей. Высота храма Сергия Радонежского около 27 метров. По словам специалистов, многоярусные храмы из нескольких срубов как бы напоминают нам о восхождении к небесному Иерусалиму. В образных шоких, очень легко. Преподобный Сергий был по призванию созерцателем и отшельником, но принимал активное участие в церковной и государственной жизни. После Сергия возникла Святая Русь. Поэтому я почитаю этого святого и прошу его молитв, чтобы устроил нашу жизнь на Руси, чтобы государство процветало. Из-за постоянных набегов ордынцев XIV век мало располагал к монашеской жизни. Но именно устами преподобного Сергия русская церковь впервые призвала к борьбе с татаро-монголами. А его иноческий опыт стал основой для возрождения русского монашества. Преподобный Сергий, избравший для себя смиренный образ жизни, уклонившийся от людей, стал потом духовным наставником, руководителем всего русского народа. Чадо мира чувствует, что этот отшельник нашел ту правду, о которой его душа тужит и тоскует. Святой стал неким духовным камертоном, с которым сверяли свои поступки многие люди – от великого князя до простого крестьянина. Субтитры создавал DimaTorzok